Всем привет! В этом видео я хочу показать, как я собираю свое рабочее место для татуировки. Это видео будет полезно для новичков, также для моих клиентов. То, что все стерильно и все. Погнали! Так, ну первым делом, для того, чтобы собрать свое рабочее место, вам обязательно нужно одевать перчатки, потому что мы будем стол обрабатывать специальной химией. Химию лучше разводить вот такой вот штуки. После того, как я обработал свое рабочее место химией, что нужно делать? Правильно, нужно все протереть и закрыть все вот этой вот пленочкой. Пленкой лучше заворачивать те места, которым вы будете прикасаться. То есть это ваша рабочая поверхность, ручки, лампы, кушетки, все полностью то, чего вы будете касаться, своими перчатками. Потому что на наших перчатках остается грязь, вазелин, кровь, то, что не должно быть на нашей чистой поверхности. Следующим делом я всегда вложу вот такую хирургическую салфеточку, это очень крутая тема. Она убирает полностью всю грязь и делает нашу картинку вкуснее и чище. Следом у меня идет спрей батл. Спрей батл я запаковываю в специальный зип-пакет. Их можно купить в любом хозяйственном магазине. Это экономит пленку и выглядит это более солиднее, чем все у вас будет торчать. Все. После того, как я упаковал полностью все, я беру банку с вазелином, вот эту вот штучку, они все одноразовые для каждого клиента. Одна такая штучка. Мажу вазелин себе в уголочек. Но это я уже буду делать завтра, потому что у меня завтра будет сеанс. Предположим, что я положил. После того, как я положил себе вазелина, как это звучит, я беру колпачки. Колпачки я тоже стараюсь всегда брать в перчатках. Беру чуть больше того количества, которое мне нужно, потому что они могут упасть или там с ними может произойти. Так что берите чуть больше. Следом у меня идет тату-машинка. Но опять же, тату-машинку я буду собирать только при клиенте. Для того, чтобы клиент увидел то, что все новое, все стерильное. И инструмент был упакован при нем. Так же, как и иголки обязательно. Когда вы берете иголочки, берете все другие расходники. Все должно быть при клиенте, чтобы он убедился в вашей стерильности и в том, что это безопасно. На машинку в момент того, как я это буду делать сейчас, я одеваю просто защитку. Машинка у меня в защите. Гриб от машинки. Это наконечник. Так он у меня находится сейчас в сухожаре на обработке. И так же я его еще просухожарю завтра при клиенте. У меня остаются стаканчики. Стаканчики вы можете нарезать, поставить друг друга, набрать чистой дистиллированной водички. И промывать в ней иголочки. Только не пейте, пожалуйста. Промывайте в ней иголочки. В следующем видео я вам покажу, как усилить защиту вашей от сту-машинки. На этом у меня все. Подписывайтесь, следите за новостями. И делайте крутые безопасные татуировки. Всем гуд и хороших людей. Субтитры создавал DimaTorzok